Всем хай, вы в курсе сколько времени? Время узнать все про Нинтендо! Прошел покемонский директ и нам показали новое поколение покемонов, новых стартовиков и новый регион. Давайте посмотрим на трейлер и я немного порассуждаю о том, что же нас ждет. Сразу же образуется в глаза визуальная составляющая игры. Похоже в новых покемонах используется движок из Let's Go Pikachu и Eevee, только заметно подкрутили графончика и сделали рамочки у персонажей. Из-за чего игра теперь больше стала похожа на 3DS версию. Вообще она выглядит как 3DS игра в 1080p и как-то меня раздирают противоречивые чувства. С одной стороны вроде бы красивенько, классно, здорово, но эти рамочки, что-то в них не так. Ну ладно, нас явно не ждет открытый мир, увы, хотя в трейлере нам показали пару живописных картинок, но если смотреть дальше, то видно, что в игре используются все те же тропинки и дорожки, за которые персонажу выйти не позволят. Наверняка будет все как обычно в покемонских играх, вряд ли геймфрики сломают то, что хорошо работает, и по всей видимости эксперимента с реально открытым миром в этой игре не будет. И как бы в подтверждение моих слов, что не будет никаких экспериментов, далее в трейлере показали возвращение рандом-энкаунтеров. Очень напоминает омега-руби альфа-запфир, это подкрадывание в траве, а потом бац, вылетает покемон и по всей видимости начинается сражение. И вот это я считаю большой шаг назад. Зачем вернули их? Прогнулись под нытье олдов? Так было здорово в летс-го, когда всех покемонов было видно. Еще опять сражаться с дикими покемонами. Зачем? Зачем после таких нововведений возвращаться к анахронизмам? Даже в консервативном драгон-квесте отказались от этих рандом-энкаунтеров. А теперь снова не будет возможности увернуться от ненужных покемонов, запасаться кучей брызговок репелов, от того, чтобы на тебя никто не нападал. Господи, опять все эти неудобства. Только подумайте, мы снова будем бегать по пещерам, в котором будут спавниться 480 тысяч этих рандом-энкаунтеров, тратить кучу денег на эти репеллы, а все потому, что геймфрики отказались от хорошей реализации летс-го в пользу «Ну смотрите, вот вам вы, главный герой, кучка НПЦ, а все, больше никого в мире не будет, бродите по траве полчаса туда-сюда, надеясь, что вам выпадет нужный вам покемон». С другой стороны, надеясь, что это не будет главной фичей, а, например, работать будет только в траве, а так покемоны будут гулять на свежем воздухе, как это было в летс-го. Конечно, в трейлере такого не показали, это все моя фантазия и надежды, но зато Масуда сказал, что геймфрик ориентируется на всех игроков, на тех, кто играет уже давно, на тех, кто начал с летс-го, и тех, кто начнет с новой игры. Все это лишь, конечно, надежды и теория, пока я очень расстроен тем, что показали. Конечно же, нам показали Пикачу, куда же без него? Интересно, будут ли дальше геймфрики давить на ностальгию, закидывать кучу покемонов из первого поколения, как это было в XY, или нет? В боях не показали ничего особенного, вряд ли что-то поменяется, и похоже, бои будут выглядеть как летс-го с маленько прокаченным графоном. Локации все-таки выглядят отлично. Заснеженные горы, шахта с рельсами, которую показали аж несколько раз в разных частях покемонского директа, но, к сожалению, не показали никакой конкретики. Однако новый регион обещает быть довольно индустриальным, вся вот эта вот атмосфера, наверное, даже сказать, стимпанка, и, возможно, в этих местах будут водиться какие-нибудь новые прикольные продвинутые технологичные покемоны. Ну, а самое крутое, что показали, это момент, в котором герой выходит будто бы на футбольное поле, смотрится очень здорово и заставляет задуматься, может быть, будут какие-нибудь новые спортивные покемоны, типа Матчампы из первого поколения. Стартовики, ну, средние. С одной стороны, мимимимимишный водный Собол, а с другой стороны, все трое выглядят, как будто нам просто клонировали одного из старых стартовиков, причем можно взять любого вот с таким вот маленьким носиком, типа Чеспина, и раскрасили его в разные цвета. Опять же, все это такая вкусовщина, и каждый раз слышу срачи про то, что, боже мой, новые стартовики, опять полный отстой, никогда такого не было, и вот опять, и что они там думают, эти геймфрики. Мне понравился вот лишь один стартовик, на этот раз водяной, так у меня было всегда, и в принципе мне норм, но споров, конечно же, будет про них очень и очень много. Можете написать в комментариях, какой стартовик вам понравился. Про новый регион, к сожалению, информации совсем мало, чтобы можно было что-то анализировать. Судя по всему, регион основан на Англии, на карте видно три крупных города и несколько деревенек, так что, похоже, в этом плане ничего не поменяется, и все будет как всегда. При показе региона нам сообщили, что вернутся гиммы, и это снова шаг назад, после видения триалов в Санмуне. Я не понимаю, что геймфрики наконец-то прочитали все форумы и реддиты, и решили послушать всех, кто их поливал грязью за последние три года, за все их нововведения. Ладно, конечно, механика гиммов мне нравится больше. Гиммы были в Pokemon Let's Go, потому что это все-таки ремейк, и там ничего не стали менять. Но, блин, но триалы — это свежая идея, хорошее нововведение, хороший апгрейд покемонов. Зачем? Зачем опять очередной шаг назад, опять гиммы, опять все как всегда, ничего не поменялось? Непонятно. И самые интересные слова от режиссера игры о том, что геймфрики пытаются привнести что-то новое, и при этом сохранить знакомый и любимый в серии мир покемонов. Странное дело, но в трейлере-то ничего нового фактически не показали. Все как обычно — гиммы, рандом энкаунтеры, три стартовика, новый регион, который, ну, просто новый регион. Конечно, нас ждет еще много новостей до релиза игры, и я надеюсь, что действительно покажут что-то новое и интересное, какие-то новые геймплейные фишки и методы, а не банальные. Эй, смотрите, мы вам вернули все, о чем вы плакали, когда мы выпускали Sun Moon и Let's Go! Ха-ха! На этом все. А как вам этот директ? Как вам трейлер, стартовики, названия новых игр, покемон, меч и щит? Делитесь своим мнением в комментариях, и помните, что покемоны — это весело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова